О Хабибуле Абдукадыре, уйгурском бизнесмене, который стоял над незаконным отмыванием денег в Кыргызстане, узнали после расследования Азаттыка и его партнеров. Высокопоставленные чиновники страны, в том числе и Матраимовы, срослись с семьей Абдукадыра и вместе занимались контрабандой, но также отмыванием денег, рассказал незадолго до своего убийства информатор Азаттыка Айркин Саймайте. Впрочем, имя Хабибулы Абдукадыра в новостях звучало и раньше, только вот мало кто обратил на это внимание. Одним из первых об этом человеке заговорил Сапар Исаков. Бывший премьер сообщил, что к сотрудничеству с уйгурским бизнесменом подталкивал его Соромба Джеймбеков. В ноябре или декабре 2017 года Бегемай Акимбаева, которая вела мой почасовой электронный график работы, может уточнить, по просьбе президента Соромба Джеймбекова я принял Хабибулу, фамилию не помню, руководителя группы компаний АК. Глава государства отметил, что группа компаний имеет огромный капитал и намерена инвестировать в экономику республики значительные средства. В тот же день я принял его у себя в кабинете. Хабибулу прибыл в Дом правительства в сопровождении охраны президента Соромба Джеймбекова, то есть не через бюро пропусков. Это могут подтвердить Бегемай Акимбаева и бывший начальник охраны. Заявление Тасапар Исаков сделал в июне. Прислужба президента тогда сделала вид, что ничего не произошло. Между тем, бывший премьер-министр сообщал о больших амбициях Хабибулы Абдукадыра. В ходе встречи с Хабибулой я рассказал об инвестиционных возможностях страны. Было видно, что инвестор крайне заинтересован. Наибольший интерес он проявил к Мегакому, авиакомпании Кыргызстан, инвестированию финансов в строительство индустриально-логистического центра на территории Сеснарын. Я обозначил, что в соответствии с законодательством они будут участвовать в проектах наравне с другими компаниями. Преимущества мы предоставить не можем. Получается, клан Абдукадыра, пользуясь поддержкой Сорумбай-Джиембекова, номеровалось прибрать к рукам прибыльные госкомпании, интересовался уйгурский бизнесмен и проектом «Безопасный город». Стало известно, что Хуавей и АК договорились выступить вместе для инвестирования проекта «Безопасный город». Следует отметить, что правительство не участвовало в переговорах по сотрудничеству между инвестором и АК. После тщательной проработки проекта соглашения по реализации «Безопасного города» стороны его подписали. Позднее договор расторгла наша сторона. Инвесторы затягивали сроки, подготовили некачественные, на наш взгляд, документы по реализации проекта и не согласились с рядом технических требований по проекту. Все это заставило нас задуматься о разрыве соглашения и выполнении проекта национальными силами. Команда Джеймбекова пытается всячески откреститься от Хабибулы. Но как она может объяснить тот факт, что бизнесмен этот активизировался аккурат после инаугурации Сурамбая Шариповича? Кстати, он принимал участие в этой церемонии. Вот он сидит между родными братом и сестрой, вступающего в должность президента. 3 ноября 2017 года был образован организационный комитет в целях подготовки и проведения церемонии вступления в должность избранного президента. Именно этот орган, а не аппарат президента, занимался организационными вопросами инаугурации. Отмечаю и строго подчеркиваю факт того, что в организационном комитете, состоящем из 16 членов, было всего три представителя от аппарата президента Атамбаева. В состав организационного комитета я был включен в качестве представителя избранного президента Джеймбекова. И по поручению Сурамбая Шариповича оргкомитет включил в состав приглашенных на инаугурацию Хабибулу Абдукадыра в качестве родственника. На мой уточняющий вопрос при личной встрече о том, кем является Хабибулу Абдукадыр, Сурамбай Шарипович ответил, что это его близкий и давний друг, и попросил посадить его на одно из самых почетных мест рядом с членами его семьи. Именно поэтому Хабибулу Абдукадыр занял место между ближайшими родственниками Джеймбекова, братом и сестрой. Ровно так, как хотел Сурамбай Шарипович. Хабибулу Абдукадыр чувствовал себя как член семьи Джеймбековых. При этом замечу, что близкие родственники Атамбаева занимали менее престижные места на церемонии инаугурации. После выхода расследования Азаттыка, прислужба Джеймбекова вновь попыталась повесить всех собак на экс-президента, переломить ситуацию пытаются даже с помощью фотошопа. Но возникает вопрос, а знаком ли Атамбаев с Абдукадыром? Экс-президент незадолго до штурма своей резиденции рассказывал об этом. Акх-холдинг-башчисы, Кабибулу Абдукадыр, Мага Сурамбай, Южи Таныштарган, 10-10 человек. Мы назад-то в Бардак-Сердек-Шенгер Барда. Та Абдук-Шенгер Барда, Кабибулу, Кабибулу, Кудага, Южи Таныштарган, Мага Сурамбай, Южи Таныштарган. Да, ответа на этот вопрос нет. Но тот факт, что госорганы упорно не желают привлекать к ответственности партнера Абдукадыра Раима Миллиона, говорит о многом. Коротко немедов, Дмитрий Толстогузов, телеканал «Апрель».